Сегодня, пока я стояла в очень длинной очереди в магазине, мое внимание привлек какой-то очень интересный бренд, который я еще ни разу не видела у нас. И особенно меня привлек дизайн, а когда я подняла глаза и увидела название этого бренда, я поняла, что это. Это Physicians Formula. У нас в России, я ни разу этого не видела, но я тысячу раз уже слышала об этом бренде на американском ютубе, поэтому я даже не раздумывая взяла то, что мне, как показалось, будет интересно попробовать. И вообще я люблю американскую косметику, на мой взгляд она отличается от той, что мы привыкли с вами видеть, той, что сделано, например, во Франции или в Германии. Поэтому я сегодня решила попробовать и взяла вот такое вот средство. Это праймер на основе, так скажем, маслянистый праймер. Я зачитаю, чтобы вы поняли конкретно, о чем у тебя тречь. Это праймер два в одном с органовым маслом и кокосовой водой. Сто процентно чистое органовое масло помогает улучшить цвет лица, выровнять текстуру и тон кожи, повысить эластичность. Сто процентно чистая кокосовая вода восстанавливает водный баланс кожи, обеспечивая естественное свечение. Шелковистые невесомые спреи освежают, увлажняют и тонизируют кожу, мгновенно впитываются, создавая красивую и ровную основу, омолаживает, оживляет вашу кожу и подготавливает к безупречному нанесению макияжа. Используйте для лица, тела, волос и ногтей. У меня есть такая проблема, когда у многих под конец дня лицо становится блестящим, жирным, у меня наоборот становится каким-то сухим. Наверное, как раз таки мне было бы очень правильно попробовать такой вот маслянистый праймер, я вообще ни разу не пробовала ничего маслянистого под макияж, вообще-то это странно на мой взгляд. Смотрите, у них все продукты, в принципе, сделаны вот в таком вот формате, какой-то восточный у них, с какой-то восточной ноткой. И мне кажется, что что-то подобное я видела на египетских рынках. У них все средства вот в таком вот стиле выдержаны, и так вот и не скажешь, что это сделано в Штатах. Стоило это в районе 800 рублей, и у них все стоит вот в пределах тысячи, по-моему. Вот, как они это запаковали, сильно и крепко. Так, ну, здесь вот такое вот, видно нет, такое двухвазное средство, видно где-то здесь кокосовая вода, а здесь органовое масло. Хорошо, что это не кокосовое масло, потому что кокосовое масло, оно комедогенное, немножечко для некоторых. Сейчас у меня на лице нет крема, я делала маску. Маска Гарнье, которая аквабомба. Так что у меня, в принципе, кожа увлажнена, но так, авансом скажу, что я вообще-то не в восторге, после своих корейских масок я не в восторге, вот Гарнье потрясем. Как жиденько. Мне кажется, что это очень вкусно пахнет. О! 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 Я уже люблю это даже за запах. О! Болеественный запах! О! 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 Пахнет, как конфета, органовое масло, наверное, такое дает. Это изумительный запах. Ух! Хорошо встряхните. Чтобы смешать, закройте глаза и распылите на кожу лица. Используйте как праймер перед нанесением макияжа или для увлажнения кожи дважды в день. Нанесите после завершения макияжа, чтобы закрепить макияж и добавить влажный финиш. О! Влажный финиш – это тренд. Попробуем сейчас закрыть глаза и попшикать. Я так пшикаю, а у меня ощущение, что на лицо какая-то просто дымка только спадает. А вот нет, ощущение мокрого. Ну, наверное, потому что это масло. Я привыкла, что спрей, который ты в роскошное лицо, и ты мокрый, холодный, ну, кожа стала маслянистой. Неудивительно, но я не ощутила, как это легло на мое лицо, поэтому я сделала несколько пшиков, хотя мне кажется достаточно одного. Кстати, я отращиваю брови, и сейчас я пребываю в таком шоке от того, что у меня брови, оказывается, такие большие. Ну, пока вот отращиваю, потом посмотрим, но выглядит это как-то странно, потому что у меня брови вообще не выщипанные. Да, сейчас я попробую нанести тональное средство. Посмотрим, как оно будет ложиться, может быть, я почувствую разницу. Сегодня я буду использовать Chanel Vita Lumia Aqua, и я буду наносить это, наверное, спонжем. Это, кстати, одна из основ, которые ложатся хорошо даже без каких-либо дополнительных средств. Очень классно. Именно на носу и вот здесь у меня появляются такие заметные шелушения, и поэтому мне важно, чтобы их здесь не было. Ну вот, я нанесла, и по мне оно выглядит как-то более увлажнено, более подсвечено. Вот именно так я и люблю, чтобы оно было. Но главное, чтобы оно держалось так до конца дня. Как же сильно я устала, и я сильно хочу спать. Но я держусь героем до самого последнего момента. На самом деле, моя кожа, в принципе, выглядит неплохо. Лучше, чем обычно. Но я признаюсь честно, что я где-то спустя часа три-четыре, снова пшикнула. Я бы не сказала, что меня это просто сразило, какой-то результат сумасшедший, нет, но лучше, чем обычно бывает. Поэтому, в принципе, я довольна тем, вот как по ощущениям. Конечно, вот здесь у меня кожа суховата. Вот именно здесь. Но в пределах нормы. Самое крутое – это запах. Вот запах меня просто покорил. Самое главное, что хоть это средство и маслянистое, нет эффекта жирного блеска пленки или еще чего-то, что, безусловно, не может не радовать. Так что, да, смотрите сами. Покупать вам это или не покупать, потому что вы видели своими глазами, в принципе, все. Я бы сказала, скорее, да, чем нет. Потому что, во-первых, в принципе, это не очень дорого. Это очень интересно пробовать новый бренд, новые какие-то средства с новыми ингредиентами, новый дизайн. Дизайн классный. Если вы уже забыли, то это выглядит, ну, очень красиво. Поддержите меня пальчиками вверх, если вы хотите еще больше видео на тестирование новых продуктов. И увидимся с вами в следующих видео. Я побежала спать. Очень сильно хочу. Пока-пока. Пока-пока. ПОЛИЦ, ПОЛИЦ!